Всем привет еще раз. Сегодня мы поговорим о повестке нашего митинга. Понятное дело, что последние события, я имею ввиду на значение Орлова, это событие неординарное, скажем так. Естественно, мы как-то будем на это реагировать. Вот именно на эту тему и хотелось поговорить. Начну я немного издалека, потому что все это время, уже где-то месяц продолжаются наши протесты. И вот как раз 27-го будет ровно месяц, как назначили Трапезникова. Ну, точнее, его назначили 26-го, а 27-го уже начались протесты. И вот в воскресенье будет ровно месяц. Приходите, кстати, на площади, отметим это событие. Так вот, в течение вот этого всего месяца нам пришлось сталкиваться с непониманием. То есть, нас упрекали в том, что мы боимся критиковать власти, что мы там избрали какую-то трусливую тактику и все прочее. Мы молчали, никак не комментировали это. Нам казалось, что результат должен говорить за нас. Поэтому, ну, нам казалось, что люди поймут просто глядя на результат. Но в результате все равно приходится вот рассказывать. И вот так получилось, что назначение Орлова на полсенатора, ну, не то чтобы спутала нам карта, где-то даже сыграло на руку, потому что теперь мы уверены, что 27-го придет больше на рогу. Но вот назначение Орлова именно, ну, в чем, как-то подталкивает нас к каким-то объяснениям по поводу нашей тактики. Так вот, я хочу сказать, что мы сознательно не выступали там против, там, Бату, Путина и прочее. Во-первых, Трапезников действительно объединил людей с разной идеологией. И поэтому мы выдерживали эту линию. Нам важно было объединить народ. То есть, вот, как сейчас видно, что иногда идут такие жаркие дискуссии внутри протеста. И вот через вот это нам хотелось бы переступить. Мы хотели, чтобы люди объединились, несмотря на свои, там, идеологические воззрения и все прочее. К сожалению, сейчас выясняется, что это не так просто. Но вот подумайте сами, да, что дала идеология, любая идеология. Кому она принесла какую-то пользу. Что, чего добились вот в последнее время партии, которые, ну, транслируют ту или иную идеологию. Они сами не верят в то, что говорят. Идеологии политические умерли. Их уже пора похоронить давно и забыть о них. Нет ни чистого социализма, ни либерализма, ни ничего, там, консерватизма и всего прочего. Это все, ну, такие анахронизмы, что, ну, как-то смешно уже об этом. Ну, посмотрите на любые выборы. Вы верите, что там под красными знаменами стоят коммунисты? Или вы верите, что либералы действительно, там, ну, выступают за, 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 за те ценности, да, о которых они говорят? По-моему, вот политическая жизнь показывает обратно. Как только они вступают в эту большую политику, они готовы, ну, поступаться принципами. Поэтому политические идеологии, это просто уже вчерашний день. И мы предлагаем другой подход. Вот, то есть, есть люди, которые, как бы, находятся на обочине политической жизни. Не потому, что они какого-то там второго сорта. Просто нас не интересует вот такая политика, в принципе. Мы занимаемся своими делами. Но это не значит, что с нами нельзя считаться. И вот мы предлагаем, когда откровенно перестают уважать нашу репутацию, уважать наше мнение, предлагаем об этом заявлять. Не делиться на какие-то там идеологические лагеря, а просто объединяться как единая политическая нация. Да, вот сейчас вот жители Калмыкии, там, не важно, кто какой национальности, могут стать политической нацией. И, в принципе, нет разницы, по какой идеологии формально припишут наш протест. Хотя мы хотим отстраниться вообще от этого. Но по большому счету важно, чтобы нас услышали. И вот именно к этому мы стремились. Поэтому мы не ставили каких-то невыполнимых задач, там, победить режим и все прочее. Мы ставили конкретную цель. Есть трапезников, он нам не нравится. Нам не нравится бесцеремонность, с которой его назначили. Мы бьем по трапезникову. Сейчас ситуация изменилась, потому что добавилась еще одна проблема. И по этой проблеме тоже должны высказываться люди. Естественно, мы понимаем, что Орлов очень непопулярная фигура. И это непопулярность заслуженная. Потому что мы все вот эти годы очень тяжело пережили психологически. Потому что я уже даже не говорю про экономические последствия. Это было тяжело психологически. Потому что какой-то застой, безвремени какой-то было. И когда его ставят сенатором, и еще выясняется, что это было за несколько дней до назначения Трапезникова. И все это время врали и сторонникам Хасикова, и врали нам, активистам этого протеста, что, типа, мы мешаем бороться Бату за постсенатора и все прочее. Ну, естественно, это должно вызывать возмущение. Вот это вот то, что с нами не считается, что в случае с Трапезниковым, что в случае с Орловым, это все сейчас сольется в один протест. И, конечно, мы не можем никому запретить говорить об этом. Все, кто будут выходить на сцену, естественно, будут касаться и темы Орлова, и темы Хасикова. Ну, то есть, на своем ли месте человек. Мы понимаем, что эти уже разговоры неизбежны. Если раньше мы как-то все это старались сдерживать, то сейчас уже с этим бесполезно бороться. Мы это все прекрасно понимаем. Но, вот тут такой важный момент, что размытая повестка, то есть, вот сейчас уже очень сложно вот это все канализировать, как было вначале. То есть, есть цель, мы бьем в цель. Сейчас это очень стало делать сложнее. И, на самом деле, это тоже создает сложность, потому что есть сейчас теперь опасность, что мы, как и оппозиция в других городах, как оппозиция в нашем городе, которая, ну, долгое время существовала в таком, ну, скажем так, не многочисленной, да, была. В чем была проблема? Проблема была в том, что оппозиция не добивается, ну, по всей стране оппозиция не добивается результата. И поэтому к ней тяжело примыкать. Вот, чисто психологически работать с людьми, которые проиграют, ну, никто не хочет. Все хотят быть причастными к победам, да. Вот, поэтому сейчас создается вот такая проблема, что нам теперь предстоит как-то расширять повестку, да, вроде бы это напрашивается, а с другой стороны, вот эта расширенная повестка, она может привести вот к отсутствию результата. То есть, ну, потому что чем шире повестка, тем тяжелее ее добиваться, добиваться результата. По-моему, все ясно, да, там, скажем, те, кто протестуют против Путина, они вряд ли что-то получат в ближайшей перспективе, да, там, те, кто протестуют против главы республики, имеют чуть больше шансов, чем те, кто протестуют против Путина. И те, кто протестуют против недавно прибывшего там главы города, которого никто не знает, имеют шансов больше, чем те, кто протестуют против главы республики. Ну, короче говоря, чем ниже ранг, тем больше шансов. Вот тут нам важно, да, мы выступим там, расскажем про все, что мы думаем об Орлове и все прочее, но важно все-таки понимать, оставаться реалистами и добиваться цели. Если мы добьемся своей цели, то тогда вот эта вот энергия протеста, она обратится в какое-то конструктивное русло, тогда мы сможем оставаться вместе, тогда не будет разочарования. Если же вот после такого прям подъема мы останемся без результата, то тогда и очень большой риск, что разочарованное гражданское общество, которое сейчас создается, да, разойдется просто по домам, и тяжело будет в следующий раз настроить всех на какую-то борьбу за свои права и свободу и все прочее. Поэтому я призываю сохранять просто голову, да, все понятно, эмоции, да, у меня у самого эмоции были, что после назначения трапезников, что после вчерашнего объявления, все это ясно, все это понятно, но при всем при этом надо сохранять голову и продолжать методично добиваться своей цели. Вот.